Три человека погибли, четверо ранены. Таков итог кровавой бойни в центре Одессы. Накануне вокруг этой истории было много противоречивой информации. Даже официальные лица путались в комментариях. Сегодня мы попытались восстановить хронологию событий и узнать, что известно о человеке, который устроил перестрелку. Продолжит Андрей Анастасов. Этот человек на фото Валентин Дорошенко. Уже три года он в розыске за хулиганство. Вчера в полицию позвонил аноним, дескать, Дорошенко в своей квартире по улице Новосельского. Проверить эту информацию отправился участковый с двумя оперативниками. Но преступник встретил их огнем из самодельного пистолета-пулемета. Ранил всех троих, а своего товарища, который находился рядом, убил. Дальше, как в кошмарном сне, вот видео очевидцев. Раненые полицейские выбегают на улицу, а Дорошенко спокойно выходит следом и пытается их добить. На помощь копам бросается гражданский, за что получает пулю в руку. Вот этот штрихся с автоматом вышел и пошел, смотрите. И стрелил кого-то в упор просто, смотрите. В этот момент приезжает экипаж патрульной полиции. Правоохранители убивают Дорошенко. Из квартиры выводят еще двоих мужчин. Позже выяснится, они ранее судимы, но к перестрелке отношения не имеют. Зато в апартаментах находят тайный цех. Погреб с токарными станками. На адресе было обнаружено огнестрельное оружие, атипичное, переделанное под глушитель, а также мини-цех по производству атипичного огнестрельного оружия. Соседи говорят, в этой квартире не видели Дорошенко давно. Дескать, с весны 2014 года он ушел в подполье. Валентин был убежденным антимайдановцем. Принимал участие в эпатажных антиукраинских акциях. Например, появился у стен мэрии верхом на коне и с оголенной шашкой. Это была человек с психопатичным и шизофреничным. И самое главное, это была человек, которая была готова к совершению насильственных действий. Дорошенко был таким клоуном, но очень небезопасным клоуном. Сейчас врачи борются за жизнь оперативника, получившего ранения. Еще у двоих людей легкие повреждения. А вот 27-летний участковый Сергей Пригарин от полученных ран скончался в больнице. У него осталась жена и двухлетняя дочь. В полиции опубликовали номер банковской карты, на которую можно перечислять деньги, чтобы помочь его семье. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Побед clairement желаю нам понадобиться к лучшему донуру. Продолжение следует...